на природе привет это не это кабинет на эту кабинет сегодня сегодня пообщаемся на разные темы обычно всегда очень интересно когда мы с полом собираемся денег поужинать пообщаться всегда очень много интересного происходит сегодня мы решили с полом так как суббота правильно мы находимся в закрытой карантине скажем так и мы решили просто чтобы со всеми было бы приятно и пообщаться и может быть что-то попробовать я открыл бутылку абрау дюрсо экстра блюд кстати уже открыл да я уже открыл и я надеюсь во всяком случае за этот эфир за два часа я понимаю что обычно это может быть мало я очень люблю игре страниц но сегодня я думаю что я пока буду находиться в эфире я буду пить это игры я тогда свой снаряд открываю тоже вот видишь 2015 год его кстати уже нету продаж нету да все выпили вот и пока будем общаться и будем поднимать тосты будем говорить о том что происходит ну и конечно же по традиции я думаю что павел меня поддержит по традиции за лучший вопрос либо за лучший тост я со своей стороны подарок вручу книгу авторский винный а я поддержу я а я поддержу ящиком шардоне вот такие вот такой шардоне смотри ты мне ставишь в очень неловкое положение понимаешь у кого что у кого-то книжечка какая-то маленькая хорошо ящик так ящик но я не знаю ты будешь выбирать сам человека который там либо тост либо если в комплексе это будет тост и хороший вопрос то это однозначно очень круто да вот поэтому давайте мы начнем нашу беседу ну и с первого пока мы не начали я хочу поднять бокал во первых за всех тех кто сегодня сидит дома переживает нервничать не переживайте все будет хорошо мы мы не знаем что и верим что все будет хорошо постараемся все вместе чтобы это было ближайшее время самое главное не болейте будьте здоровы вот от всей души здоровья вам всем желаем да все друзья за здоровье это наверное впервые меня вообще видишь чтобы я пил но я очень хочу выпить во время эфира целую бутылку игристого поэтому будем смотреть что будет происходить всегда есть первый раз всегда есть первый раз нормально это взял темп ну ты знаешь обычно если я начинаю пить то рядом стоит официант который постоянно мне подливали самое главное чтобы это было качественно то что мы пьем ну что паш ты находишься насколько я знаю во брау дюрсо правильно да я у себя во брау дюрсо видите вот изоляция проходит здесь вот примерно вот так здесь так но более-менее и в целом то место лучше времена изолировано сейчас нету туристов никого и поэтому все закрыто по это поэтому в общем здесь более-менее спокойно решили так сделать ну и хорошо там у вас спокойно никто ничего не ограничивает нет ограничивает много но здесь даже это сейчас неплохо потому что туристов сразу знаешь желающих много было поехать на ли на юг из вот и губернатор здесь в общем-то ограничил движение но все очень спокойно очень все вежливо и очень все структурировано поэтому мы тут не чувствуем себя каким-то очень сильно замкнутыми там все-таки есть территория есть там лес по крайней мере погулять так что все все у нас здесь нормально да 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 это во брау здесь спрашивают просто этого 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 брау да да я вот сзади меня сзади меня озеро абрау отлично слушай но предприятие это работает ну винное предприятие работает она работает в режиме выходного дня чуть на чуть на пониженном темпе мы так убедились что у нас меры безопасности все соблюдены даже больше больше мы там закупили в новороссийские больницы несколько аппаратов искусственного дыхания мы у нас на подходе много этих четыре с половиной тысячи по-моему тестов купили на коронавирус и антитела для сотрудников для сотрудников и для и для села брау дюрсо и в общем и в новороссийской части тоже в больнице отдадим это у нас есть фонд называется жизнь брау и в общем мы решили что надо поддержать местных наших сожителей друзей в общем то в сложные времена но в целом да вот тут у нас как-то принято взаимные по взаимной помощи когда там и и мы сотрудничаем из больницы все ну слушай надо а завода а завода работает мы просто знаешь что сделали вот ну вот всех старших товарищей наших коллег старше 60 лет мы попросили оставаться дома работает молодое поколение работает слушай ну а брау дюрсо в брау соответственно оно было всегда таким основополагаю социальным да то есть у вас очень много же местных людей работают ну мы стараемся приоритизировать всегда найм местных те кто могут трудиться но более того что это же не только вот в непосредственно надо трудиться на винодельни да у нас куча и туристических объектов общепита ресторанов гостиниц и так далее в принципе стараемся по максимуму нанимать местных или в любом случае из новороссийской людей а с персоналом вообще всегда было по моему проблем да то есть это сложно это сложно да и более того желающих ну во первых виноделов давай так в нашей стране не очень много честно признаться и выпуск новых нового молодого поколения тоже очень крайне небольшой поэтому по специалистам виноделам это очень большая сложность а но в туризме если честно не легче потому что мало того что мы все таки пытаемся обучать людей но даже для обучения все равно нужно некое желание работать в возрасте сервиса да это зачастую это не характерно некоторым там регионам и в общем мы стараемся обучать все таки как это искусство гостеприимства но это процесс который у нас идет уже 10 лет и мы в общем то страдаем всегда от качественного персонала слушай ну ситуация то поменялась кардинально с того момента когда вы взяли Абрау Дюрсов и начали ухаживать мы начали вот такую вот прям масштабные инвестиции в 2007 до 2008 год то есть уже трудимся ну считай 13 лет почти и ну с тех пор конечно у нас здесь очень много всего поменялось начнем начиная с винодельни которую по сути мы вынули винодельни и вставили новую винодельню ну по сути все эти технологии поменяли насколько я помню там местные жители сопротивлялись тому что происходит какие-то внедрения новые там перестройка там и прочее ну ну нет ну все равно наверное наверное недовольные будут ну всем не угодишь но мы очень стараемся мы правда открыли новый фонд снабжаем значит там школы больницы и вот то что в Абрау Дюрсо мы стараемся поддерживать у нас там мы выставляем охрану опять же покупаем вот я говорю оборудование медицинское необходимое мы открыли недавно школу иностранного языка при школе при школе Абрау Дюрсо и и в целом ну пытаемся быть как-то социально ответственным бизнесом ну вплоть до инфраструктуры да мы в какой-то момент нам пришлось выкупить вот то что так анализация то водоснабжение которое у нас по поселку идет нам по сути пришлось его выкупить и переделать потому что была теря бешеная воды уже все это граничило уже с на такой экологической на грани экологической техногенной катастрофы и нам тут пришлось в общем-то сильно поработать чтобы все провести в порядок ну и тем более это все таки знаешь у нас же это все таки озеро Абрау это заповедник ну да здесь особый уход нужен вот так оно и есть да слушай а что с ресторанами там у вас работает ресторан все закрыто все все полностью закрыто и доставки тоже нет то есть по сути доставка помнишь если вот наш ресторан бывший под названием терраса сейчас он гранд кафе называется да он работает на доставку потому что есть какое-то количество людей справляющие коронавирус в поселке вот Абрау Делюкс и все-таки какое-то количество людей на территории есть там в своих домах просто и мы решили что оставим один на ресторан на доставку все остальное закрыто гостиницы закрыты и причем достаточно серьезно тут указом губернатора это все закрыто до июня июня да поэтому у нас к сожалению не начинается не запускаем мы туристический сезон в должное время слушай а по поводу туристического сезона имеется ввиду сейчас же правда вообще никого нет то есть в принципе ну так вот средними если не брать вот карантин там и так далее сколько людей проходило у вас рекорды были какие-то рекорды 200 280 тысяч человек за сезон через экскурсии прошло это мы не мы не посчитывали сколько людей там ну а по паркам по ощущениям нашим проходит где-то миллион наверное вот вот и по сути вот экскурсии ну это мы в тот момент стали крупнейшей пенотуристической точкой в мире одной то есть понимаешь в бургундии условно говоря проходит больше людей но но в одной винодельнице такого количества нигде нету больше вот и мы вот ну и сейчас туризм это достаточно большая уже часть нашего бизнеса и огромная часть как ты сам понимаешь нашего маркетинга в том числе потому что конечно когда ты на месте увидел потрогал и там попробовал это абсолютно у тебя другое восприятие и у тебя ты всегда получаешь долгосрочного лояльного клиента ну да слушай кстати у вас же директор по-моему там Юлия Пархуменко да 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 наша железная леди отлично хорошие кадры у вас слушай ну возвращаясь к тому что сегодня происходит объем продаж у вас упал или поднялся ты знаешь у нас продажи примерно в плане чуть 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 опережают план чуть опережают прошлый год но не но ничего не так не как водка и пиво мы конечно не поднялись то есть тут все-таки знаешь шампанское это все-таки такой напиток настроения хорошего праздничный и тут конечно наверное наши дорогие любители вина они идут от обратного то что праздновать нечего а я как бы вот сейчас вот наоборот сижу и думаю что на самом деле наверное не праздник не праздник не праздника надо ждать чтобы бутылочку шампанского открытия может наоборот открыть бутылочку шампанского и сделать праздник как настроение вот так вот мы с тобой сейчас это делаем ну да а ты у себя в ателье что ли а а ты у себя в ателье сидишь что ли в ателье ателье это у вас у нас в а у вас в винотеке извините да ну да это в ателье перепутал может ты у меня сидишь в ателье да конечно конечно слушай скажи пожалуйста такую вещь у вас сейчас есть же розничные магазины они же работают в москве и розничные магазины работают я вот вчера кстати если кому интересно заходите на мою страничку пост сделал где какие у нас магазины работают по всему по всей россии не во всех регионах работают но при этом что-то у нас открыто в москве всегда ждем в москве оба магазина наших открыты адреса на сайте так что там много чего интересного включая наши всякие новинки ты пробовал же наш коньяк нет не пробовал вот а между прочим причем самое интересное что ателье прямо у него просто внизу ты случайно можешь туда зайти вообще да такие слушай ну у вас сейчас винодел же француз у нас да он уже работает у нас четыре года но и 4 года вообще представляешь что мы там как бы еще РВ у нас жестан работал буквально кажется да недавно а тут уже 4 года и на самом деле надо сказать то что мы очень довольны нашими результатами у нас еще у нас еще так же Леша Сидоренко работает как протеже и занимается сейчас ты вино пьешь которое это как раз уже это уже значит плод совместного труда и Лешин труд и Жорж специализируется в общем то на большом масштабном и качественном производстве игристого и виноматериалов вот так что но мы очень довольны в принципе тандем получился неплохой и ну результаты вот видишь тоже вроде как у нас нормальные конечно следить прежде всего тебе я кстати напоминаю еще раз за лучший вопрос ну или же тост мы я со своей стороны подарю книгу авторские вины последний который вышел 12 декабря а Павел Титов дарит ящик ящик это 6 бутылок 6 бутылок шардоне еще 12 что ли бутылок нет 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 можно будет потом разделить вообще можно было каждому там вот кто самый лучший вопрос задал раз ты принял решение одно да это очень хорошая вещь какой год это ты бьешь это это 17 год как раз первое помнишь это сейчас вот это вино Артур вот это вино в мунту свиньи получила золото только что оно и на СВВ себя хорошо показало да да так что так вопрос у вас есть практика по набору студентов на практику на завод есть но как бы нам надо все таки мы профильных студентов стараемся набирать поэтому в принципе всегда можно связаться с нашей службой кадровой HR собака обраудерсо .ми по-моему да у нас так и пожалуйста присылайте свои CV мы с удовольствием на летнюю работу берем студентов и вообще в целом на практику долгосрочно так собственно у нас мы дальше отбираем таким образом новые кадры которые ну которые мы надеемся что в общем-то будут у нас работать в дальнейшем если хорошо себя покажут а с какими университетами затрудничаете не подскажете мы в основном с крестнодарским я сейчас честно признаться к своему саду не помню точно но у которого да 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 вот значит стараемся выбирать также с в москве есть университет Артур как он его называет пищевой но с кафедрой ну да МГУТО там и так далее да 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 вот это вот да вот но в целом мы как бы эксклюзивно решили не сотрудничать поскольку правда выпускников по профилю у нас очень крайне мало на самом деле и мы не можем вот у меня сейчас мой этот камин который подул мне дымом прямо в лице очень классно вот мы не можем просто работать с одним потому что ну крайне мало людей и кстати вот если хотите совет от меня как к нам легче попасть и в общем попасть на работу как оказалось для винодела очень важно и знать второй язык или французский или английский на самом деле не очень принципиально какой но мы в дальнейшем просто посылаем людей на дополнительное обучение как правило или в институт технологии шампании или или в испанские университеты разные у нас несколько есть практик и чтобы все получили должные результаты и получили должные навыки абсолютно необходимо знать хорошо язык ну это самое на сегодняшний день это одно из важнейших составных доброго дня скажите как обстоят дела с вашими меньшими хозяйствами имею в виду винодельную ведерников сильно ли крис отразиться на дальнейшем развитии ну честно признаюсь рано говорить как на чем вообще в целом кризис отразиться и как на данный момент мы не видим каких-то значит таких катастрофических там подвижек или в общем-то все идет примерно по плану ведерники себя чувствуют хорошо недавно выпустили линейку игристых в принципе премиальная линейка у нас по-моему становится все симпатичнее и симпатичнее в целом конечно хозяйство требует большого внимания поскольку она очень необычная мы стараемся должное внимание уделять но наверное скажем так конечно требует дополнительных инвестиций и вот сейчас я думаю что сложнее всего будет с инвестициями дополнительными так в недорогих форматах ритейла спрашивает ставцев продажи бьют новогодние рекорды есть ли особенности по продажам разных линейка брау сейчас ну конечно у нас всегда в принципе этот хит продаж это как его значит вот я не помню полу полусладкое русское шампанское вот с черной этикеткой это всегда главный наш прям блокбастер так сказать но знаешь интересная динамика мы увидели достаточно неплохой неплохой рост в продаже вот дровяний брюта с голубой этикеткой именно брюта у тебя экстра брюта сейчас а а брют прям так очень хорошо зажигает ну он хороший он хороший понимаешь он наконец-то начал постоянный быть это немаловажно потому что конечно и когда мы учились только и вот в общем на рубеже вот там где у нас менялись виноделы и так далее надо сказать что было над чем поработать и наверное до сих пор есть но сейчас я во-первых мы стали увереннее в его качестве да и в целом я так понимаю что это как раз результаты работы уже и да и наши винолюбы оценили тоже так Костя Зубков Смелье добрый день по факту вы системообразующая компания для региона точно у вас и социальная нагрузка помогает ли вам государство чем-либо сегодня ну честно признаться пока не сильно если речь идет о антикризисных мерах мы пока не пользуемся никакими мы не попадаем потому что в основном меры эти все ну я к сожалению все интимно очень знаю поскольку я еще президент деловой России пока Абрао Дюрсо не попадает под те меры принятые которые которые есть и мы знаем что какой-то пакет готовится для для системообразующих а мы не 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 де-факто и даже де-юру на самом деле системообразующих предприятий мы попали в список этот о зарями привет и и по сути там ну в списке оказались пока новостей мало но я думаю что что-то будет ну а если говорить о общей поддержке ну конечно мы же высаживаем виноградники активно соответственно получаем субсидии и субсидированные кредиты тоже понятно вопрос какие планы на винодельню юбилейные что в перспективе ну я многие может быть не знают да ты пару слов скажешь да нет пока не надо никаких еще фактов ничего нету ну короче в общем ну да то есть когда придет время об этом расскажем да павел подскажите как ваше предприятие подготовилась по виноматериалам ввиду принятия нового закона у вас громадные объемы производства спасибо ну мы готовы соблюдать закон у нас значит на первое полугодие мы сорсились еще из южной африки на второе полугодие законтрактовались уже местным виноматериалом так что у нас пока не предвидится каких-то сложных в принципе я так понимаю с учетом того что происходит сейчас по поводу нового закона я хотел к нему отдельно вернуться о нем поговорить сейчас пока об общем говорим но вы же каждый год все равно уменьшали количество закупок импортных ну потому что у нас каждый год прирастают виноградники по сути свои сейчас сейчас у нас где-то 1200 гектар значит из них сейчас если я не ошибаюсь где-то 950 уже в плодоношении значит к сожалению из-за того что сейчас ну сложная ситуация по сути для инвестиций мы чуть меньше в этом году высадим но высаживали мы где-то мы по 200-300 гектар в год мы стабильно высаживали соответственно и прирост такой и еще надо сказать то что когда мы начали нормально мы же приватизировали только в 2015 году верноградники обраудерсов помнишь они были вот и когда мы начали нормально за ними ухаживать они начали давать огромное урожайность у нас есть у нас есть некоторые плоты где мы собираем 16 тонн гектар а еще и капельное орошение потому что мы поставили ну да у вас система конечно такая крутая но очень довольны приезжаю и то что вы там сделали это очень классно на самом деле я очень рекомендую приехать в обраудерсов когда вот все откроется те кто не были для того чтобы не просто болтать языком что там происходит разливайки там и прочее обраудерсов это не то предприятие поэтому все все моменты которые на сегодняшний день новшества вводятся они в обраудерсовании есть и это все можно видеть своими глазами и всю переработку как это все делается так что респект и уважуха как говорится спасибо значит паша не хочется свое вино делать гаражном формате или есть эксперименты уже зарену спрашивают да у нас по сути как бы и не гаражное ничего вроде как получается микровинодельня ну знаешь мы для нас вот то что мы выпустили здесь сколько сейчас здесь написано здесь 10 тысяч бутылок произведено вот семнадцатого года для нас это микрообъемы мы можем на складе случайно потерять это поэтому взял потерял было же шардоне это как большинство иностранных производителей которые периодически там что-то они находят у себя то спирты то вина которые где-то там завалились в сарае ну куча легенд да 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 Зарема побольше вопросов задавай нам нужны эти шесть бутылок Арбайтор Так будет ли расширять линейку тихий Hebrew А мы её даже знаешь отчасти расширили потому что в прошлом году мы собрали очень неплохой Пен-ен-нуар нет это в восемнадцатом году мы собрали очень неплохой пен-ен-нуар И, значит, Леша уже решил, что, в принципе, его можно показывать в этом году Соответственно, мы будем сейчас потихонечку его выпускать Ну, точно уже в ателье вина он у всех есть И, по сути, чуть-чуть попозже, я думаю, что во всяких винотеках тоже появится Вообще, по моему мнению, он пока чуть-чуть молоденький такой, знаешь, слишком игривый А, в принципе, задатки у него очень неплохие Даже бутылочки полежать ему будет очень интересно Илья Гостяев спрашивает Добрый день, ожидать ли повышение цен на вина из российского сырья? Что вы думаете, Павел Борисович? Точно не такого, как на зарубежной То есть мы пока... У нас была плановая, значит, индексация цен в этом году на 4% Это в первый раз за несколько лет мы сделали это Больше ничего не планируем делать Я думаю, что российским виноделам, если они могут не поднимать на данный момент цены Очень правильно это не делать Потому что мы достаточно в выгодной позиции находимся У нас независимо от валютных, значит, всяких этих конвульсий И для нас, в общем-то, то время, когда можно сиять Сейчас даже те же дешевые СТМки, которые завозятся сетями Они уже не такие уж дешевые будут Учитывая, что у нас... Поэтому, соответственно, как раз наше время А вы развиваете СТМовский, ну, СТМ чей-то и же бьете только свое? Ну, у нас этот проект CX-5 Мы, знаешь как, у нас история такая На русской лозе достаточно много Достаточно много этих свободных мощностей пока Ну, потому что завод раскручивается, скажем так То, что мы можем позволить Мы делали СТМки Почему делали? Потому что теперь, коль при новом законе это стало крайне сложно Ну, скажем так, российское сырье нам надо приоритизировать на свои продукты Избытков, как ты понимаешь, виноматериала российского нету Соответственно, я думаю, что мы Те контракты, которые у нас есть, мы будем поддерживать Но новых, наверное, принимать не будем Понятно Считаете ли вы на российском рынке виноделия своих конкурентов? И есть ли они? Ну, российский рынок вина слишком маленький Рынок российского вина слишком маленький, чтобы с кем-то сейчас здесь конкурировать Мы все дружим домами, уважаем друг друга И, в общем-то, за небольшими исключениями Не стараемся друг другу палки в колеса ставить И уж точно конкурировать нам не приходится Потому что, как ты понимаешь, конкуренция, она не только в качестве вина заключается А еще и в дистрибьюции То есть, как я очень быстро понял в этом бизнесе На самом деле, сделать хорошее вино Это даже не 50% успеха какой-то Вот продать его, это уже целая работа Поэтому здесь нам сложно Ну, дай так, я, может, чуть нескромно выражу Но с нами сложно конкурировать У нас хорошая дистрибьюция, платформа своя Поэтому в этом смысле у нас руки подлиннее Вы как, скажем так, условно говоря, раз нет, ты говоришь, конкуренции Я ее замечаю у других производителей Они почему-то видят всех вокруг конкурентами Я хочу задать такой вопрос Я-то понимаю, что у вас же есть в портфеле В торговом доме Абрау Джурсу И еще маленькие производители Не ваши, но как бы вы с ними сотрудничаете Кто у вас сейчас и кого планируете в перспективу? Ну, значит, на данный момент Значит, у нас в портфеле находится винодельня Берния У нас, значит, новый свет И несколько маленьких виноделин Крыма И мы расширили, знаешь, еще как Мы не только в портфеле Мы еще отдельный портфель закупаем в себе ателье вина Ну, замечательный вина Олега Репина Мы с удовольствием ставим, конечно, в свое ателье Кто у нас еще-то, господи А, ну, из зарубежных там у нас тоже есть Кое-какие зарисовки Значит, усадьба Демноморская Перход А, это как усадьба Перовских называется, да? Усадьба Перовских, да Да, вот тоже В общем, в целом стараемся Но зачастую проблема такая Что с нашей дистрибьюцией очень часто А, мы с Хака Забыл про главу Мы с Хака, да Поговорим с Сергеем Дубовиком Да, наши соседи Наши соседи, которые, в общем, результаты показывают тоже очень неплохие сейчас Поэтому мы с удовольствием в портфеле у себя держим Возникло ли желание все бросить и уйти? И как справляетесь со сложными ситуациями? Смотри, какой глубокий вопрос Это глубокий вопрос Слушайте, я вот по этому поводу даже сейчас начал какие-то опысти писать Не знаю, в чем меня дернуло Я не знаю, видел ты или нет Я видел Зарисовки Ну Наверное, как раз Тут как раз и Понимаешь, кто там предприниматель А кто, в общем-то, такой Не очень предприниматель Потому что, конечно Зачастую руки опускаются Ну, это такое какое-то первоначальное чувство Знаешь, потом надо сесть Успокоиться Подумать, как это может работать по-другому Как это найти свой глаз бури, да Как я говорю И все-таки смотреть в будущее Ну, так и справляюсь со сложными ситуациями На самом деле Кризис – это такая история Конечно, и это очень больно И финансово, и, в общем, эмоционально И, в общем, чувствуешь такой определенный фейл всегда Но Мне в каком-то смысле даже нравится Некоторые есть аспекты Когда ты можешь Это есть уникальная возможность Во-первых, просто Пойти на такие вещи И придумать такие вещи Которые просто Раньше, казалось Никаким законам физики даже не подчиняются Такие решения не принимаются А сейчас это можно Почему бы нет Когда речь идет о выживании Ну да Согласен Давай тогда за Ну, нам надо же продолжать пить Да, да, да Тут что-то мы за это Пауза У тебя есть тост? А я хочу, знаешь, выпить за За то, чтобы Несмотря на крайне сложную ситуацию для всех Чтобы Мы не просто вышли Из этой ситуации здоровыми Но еще, чтобы наши бизнесы И наши дела Быстро возобновились И не на тот же уровень А еще и выше Всегда Хочется посоветовать Моим коллегам-бизнесменам Вот Соблюдать такой принцип Холодной головы И готовности Для того, чтобы Бизнес Использовать те шансы Для бизнеса Не просто его вернуть А еще и Чтобы он больше процветал Поэтому вот за Процветающее дело Артур Георгиевич С тобой хочу выпить Хорошо Хорошо сидим Отлично Я очень надеюсь, что у всех Наших зрителей сейчас И подписчиков Есть рядом Хорошее вино Поднимайте вместе с нами бокал Такой субботний день Утром назвать нельзя Вечером еще Вечер еще не наступил Вот Но мы уже начали Как говорится Ну да Что собственно У нас уже с тобой Без 24 Это Для аристократов можно Паша Скажи пожалуйста Такую вещь Твои прогнозы На то, что будет происходить Вот с ресторанным бизнесом Вообще В стране Как долго это может продлиться Слушай, знаешь Я даже уже перестал думать О В разрезе страны Потому что Этот данный Катаклизм Он Мне кажется Он повлияет Глубочайше В целом На Социально-экономический Строй мира Понятно Что У нас в стране Лакжери Наверное Будет все Больше и больше Премиальный сегмент Сокращаться Будет превалировать Какое-то Ну Давай не называть Это наверное Бюджетным Но То, что я Люблю называть Субпремиальные варианты Значит Качественная Доступная еда Я думаю Что К моему большому Сожалению Потому что я ресторанный Бизнес Очень люблю Но Ресторанный Бизнес В его Текущем Выражении Скорее всего У нас Прошел И Восстанавливаться Будет очень долго И надо Искать Новые Другие Форматы И Да и Бургеры Давай так По 600 Рублей Тоже Наверное Уже Закончились Вот И И тут Речь идет Уже скорее Не о стрит-фуде Премиальном А наоборот Какой-то Доступной Еде Здоровой И качественной Свежей Я вот сейчас Тоже сижу По сути Вот Пока в самоизоляции Делаю зарисовки Что вообще Может дальше работать Это очень интересное Такое упражнение У меня вот Допустим Такая история Ну мы К сожалению Дюжину пришлось Закрыть И Похоже На всегда До того До пока Вся эта история Нет Но Но это Это конечный Был Скажем так Сейчас Дюжина работает Работает на На доставку Но мы понимаем Что мы просто Долго Не протянем И делаем Вот Все что возможно Чтобы там Ну все нормально Рассчитаться И в общем Но Остались хорошие рецепты Допустим Fish and chips Я не помню Ты попробовал Или ты не был Даже Нет Не был На презентации А ну вот Да точно У нас была Одна короночка Несмотря на то Что открывали Руй Устричный ресторан Короночка Получилась Fish and chips И вот этот Fish and chips Я начинаю думать Что за ним Это собственно Будущее и есть Простая Вкусная Еда Доступное И качественное Вино Сидор Который Тоже кстати У нас Неплохо Начал развиваться Потихонечку И вот Такие делать Какие-то Быстрые лотки Да То есть Чтобы По сути Это было быстро И вкусно И в каких-то Главное место Location 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 Тут это Самое основное Да Ну так А в целом Как ты думаешь Вчера Разговаривали У нас был эфир С Игорем Бухаровым Вот И пришли к мнению Что все-таки Будет больше Открываться Скорее всего Семейных ресторанов Маленьких Вот Я соглашусь С этим Да Я думаю Что Как это Во многих местах Происходит Маленькие семейные рестораны Это будет Наверное Такой Новый тренд Условно говоря Я думаю Что Два тренда На самом деле Будет Ну Во-первых Доступные Российские сети Вот сетевые вещи Которые находятся У нас В ТРЦ Всяких Да А-ля Теремок Ну и вот Такие другие Они все-таки Останутся И это Ну это Чуть другой сегмент Ну это немножко Другая Да Это Вот Значит А все что на улице Да Сетям Сетям будет Очень сложно И Я думаю Что Я соглашусь Что наверное Семейные рестораны Это будет тренд Который Который сейчас Будет доминировать Просто Инвестиции На данный момент Будут Не очень большие Пойми Подумай Сейчас Сколько будет Свободных Помещений Уже с ремонтом И с кухнями Ну да И В принципе Барьеры Входов В данную Отрасль Они сейчас Будут Очень низкие И соответственно Будет возможность Там Мамам Папам Дедушкам И бабушкам Значит В принципе Открывать свое дело Что в принципе Интересно Кстати Это Будет интересно Наблюдать Будет ли Новый бренд Игристал Вина Спрашивают Меня Честная презентация Устраивает Бренд Абрау Дюрсо Не знаю А каким Вы видите Российское Виноделие Через 5 лет В целом И Абрау Дюрсо В частности Ну Я очень надеюсь У нас есть Большое Большое Задача Как у виноделов Это Наша Развивать сейчас Виноградники Это ключевое Абсолютно Мы К сожалению Как отрасль Не очень готовы И площади у нас Недостаточно быстро Увеличиваются При этом Кроме того Что должно быть Масштабы Еще надо И качество И вот Мне кажется Что наш Следующий Такой Челлендж Это Поработать Именно с сырьевой Базой И мы это Активно делаем У нас И я вижу Что наши Дорогие коллеги Тоже этим Занимаются Но Но это Непочатый край И Я очень надеюсь Что Когда мы с этим Разберемся Мы По-настоящему Сможем Называться Винной Державой И вот Встать там Получить Своё место На ландшафте Такого Мирового Виноделя Чтобы Россия Вина России Был Таким же Брендом Наряду С Винами Италии Франции Чили И Других Винодельческих Стран Все Идет к тому Что мы там И окажемся Вопрос Сколько Это займет И Тут Конечно Ну Хотелось бы Чтобы быстрее Но сам понимаешь Виноград растет Медленно И дорого Да К сожалению Ну так Поэтому Надо поднять бокал За российское Виноделье В целом С удовольствием Да И За наших Дорогих Коллег За всех Российских Виноделов Здоровья Всем В первую очередь Ну и конечно же Стремиться к тому Чтобы Та ситуация Которая сложилась На сегодняшний день Воспользоваться Этой ситуацией Именно в пользу Качественного Российского вина И никаким образом Не испортить Отношение Потребителя К тем винам Которые В свое время Подпортили Репутацию Российского Виноделя Да Надо сразу Сказать То что Наш Комьюнити Виноделов Уже ничего Общего С теми Временами Не имеет Поэтому За здоровье И успех Моих дорогих Коллег Виноделов Спасибо Есть три продукта Урожай Восемь тысяч Стоит Можно Позиций Хороших Премиальных Российских Виноделов Фантом Твой По сути Стоит Очень хорошо В ресторанах И Совсем Недешево Стоит Надо сказать Да Вот И Конечно Наценки Это самая Больная вещь Но Мне кажется Что у нас В целом Это изменится Как раз Вот может быть И этот кризис Повлияет Потому что Откуда идут Наценки Оценки Найдут От сумасшедших Цен На аренду Помещений На самом деле Да Потому что Как-то Надо закрывать Значит Свою себестоимость Я не могу Сказать То что Там Все рестораны Какой-то Дико Прибыльный Бизнес Я по своему Опыту знаю Мне как Ресторан Что-то Достаточно Много Да И В Абрау Дюрсо Это бы Ничего Не билось Если бы Это были Не наши Помещения Вот А вот Результат Дюжины Ну это Правда Это Дико Дико Сложная История С огромными Ценами На аренду Хороших Помещений Что сейчас Я думаю Что сильно Изменится И тогда У нас Я думаю Что никто Уже Не будет Платить 300-400 Процентов Наценки За вино В ресторане Значит И еще Знаешь Что на это Влияет Очень Современные Технологии Ну ты же Любую Сотографируй Любое название В карте Вин И посмотри Сколько оно Стоит В других Местах И соответственно Мы живем В мире Тотальной Эффективности И информированности Поэтому Очень сложно Сейчас будет Загибать цены И очень хочется Чтобы этого Больше не случалось Тогда и Российское вино Тоже пойдет Потому что На данный момент Видишь Вот историю Условно говоря Усадьба Девноморская Хорошее Российское вино Стоит Я вижу его По 8 8,5 тысяч В меню Ну В принципе По-хорошему Можно Супер Тоскану Какую-то выбрать Вот И Нету Нету Позыва Попробовать Это вино Поскольку Рисков Уже очень Рошее Ты Это заказало Вино Тебе не понравилось А когда Ты знаешь Что там Итальянская Супер Тоскана Тебе точно Понравится А что ты думаешь По-поводу Профессии Сомелье Вообще Как таковой Я считаю Что она Очень сильно Поменяется Ну Знаешь Вообще Сомелье Во всей Теории Мировой И мировой Практики Это Это Как раз Наше окно И Наш голос Доносящийся До потребителя Да К сожалению Потому что Во-первых Скорее всего И мотивации Будет поменьше Я думаю Ну и Во-вторых На самом деле И все-таки Новое поколение Сомелье Есть энтузиасты Которые уже Лицом развернулись К российскому виноделию Ты сам прекрасно знаешь Мне что тебе рассказывать Вот И вот Здесь у нас Как-то начинается Новое Новое что ли Вдохновение Многие интересуются Там Я когда в ресторанах Появляюсь То Я начинаю Питихонечко Даже если Моих вин Нету Кстати В ресторане Начинают спрашивать Начинают А что вы считаете Что еще можно посмотреть Это уже такое Все-таки Есть Натуральный интерес Я надеюсь Что вот Ландшафт Я не знаю Как ты это думаешь Но в принципе Я думаю Что ландшафт Работа с сомелья Он должен поменяться Он кардинально Очень поменяется Тут как раз Задает Костя Сомелье Вопрос Как вы реагируете Когда видите В ресторанах Ваше вино С завышенной ценой Ведь есть многие Сомельи Которые ставят В карту Вину для галочки Так и есть Это очень обидно Это очень обидно Когда я прихожу В ресторан Вижу там Своё вино По Умопоморочительной цене А еще мне Высказывают Претензии Что ваше вино Вообще не продается Знаешь там Вот Экстреблюд Дарвини Который вот У тебя сейчас Там Я его видел За Чуть ли не За 9 тысяч Мы вас Мы вас Выводим Потому что Не продается За прошлый Месяц Всего 2 ящика Продали За 9 тысяч 2 ящика Это в принципе Неплохо Давай так Ну да Если посчитать Сколько накрутили Ну да Это проблема Ну слушай Эта проблема Она будет В ближайшее время Уже решена Ну не будет Но не будет Столько Опять же Мы живем В мире Эффективных Технологий Вот сейчас Вот ты Сфотографируешь Свою Этикетку И тебе Едодил какой-нибудь Покажет точно Сколько И где Чего стоит Да То есть И невозможно Ну поэтому Большинство Сомелье В ресторанах Они пытались Всегда найти Эксклюзивные вещи Которые Просто в магазинах Найти достаточно Сложно А в тех местах Где есть Вина Которые Все прекрасно Знают И понимают Зачем нужен Сомелье Если Тогда там Нужен просто Официант По открытию Бутылки Вина Спрашивается Где Сомелье Есть Да И вот Вся эта история Она как бы Приводится к тому Что Надо с ценами Работать Потому что Я понимаю Прекрасно Систему Мотивации Сомелье В ресторанах И так далее Но Ситуация поменяется Мы как раз Обсуждали Вопрос того Что если Винная карта В ресторане Она продана Какой-то Виноторговой Компанией Одной Или двум Но пускай Эти компании И платят Зарплату Сомелье Логично Ведь на самом деле Мы все прекрасно Понимаем Что Другими способами Они все равно Платят Тогда вопрос С учетом того Что ресторанам Сложные И так далее Держать такую единицу Это по сути Дело Амбассадор Твоих вин Твоего портфеля Ну конечно Платите ему За это дело Ну да Знаешь Понимаешь Насколько Меньше Станет Сейчас Денег На вино В населении Однозначно И да Такими оценками Не будут Я понимаю Что есть Такие вещи Которые Ты нигде Больше Не найдешь Но Давай так Объективно Говорить Настолько Нигде Не найдешь Что-то Вот там Эксклюзивные Бургундские Вины Какие-нибудь Биодинамические Слушай Ну чувак Который Может купить Его здесь За 16 тысяч Или за 20 тысяч Рублей Ну потерпит И поедет И купит его В Бургундии В конце концов Ну а что С дорогими винами Разве не так Происходило В последнее время Какой смысл Платить За официальные бутылки Если было Гораздо проще Полететь туда Конечно И выкупить Да И купить Для себя И привезти Конечно У нас Кем из российских Миноделов Мы могли бы Создать проект Совместный А стоит ли Вот я не знаю К тебе вопрос Как к нашу Главного Судью И наблюдателя А стоит ли Делать совместные проекты Коллаборации Ну это может быть Приурочено Каким-то праздником Может быть В стране Что-то такое Не ну Новую этикетку Мы всегда успеем выпустить Ну вот слушай У тебя с ветерниками Получилась Очень неплохая Коллаборация В виде фантома Да Значит Замечательный Я считаю Но все-таки А какую будет роль Нести два винодела Это Я не очень понимаю Как это будет выглядеть Даже Так Добрый день Я очень люблю Абрау У меня есть Своя коллекция В винном погребе Но когда посещаешь Другие винные предприятия Особенно в Крыму Все начинают Очень негативно Отзываться Абрау Ну послушайте От недалекого ума Мне кажется Ну что отзываться Есть предприятие Которое По сути дела Советского предприятия Превратилось Абсолютно Современное Большое производство Качественных Игристых Вин И мы сегодня Если мы говорим О линейке От Травини И выше То это все Вина Которые сделаны Собственного Винограда И Классический Метод И достаточно По абсолютно Хорошему Соотношению Цены и качества Поэтому Ну могут говорить Негативно Негативно Говорят Те у кого Немножко Не хватает В голове Ну я Честно говоря Себе этих историй Не позволяю Никогда Даже я примерно Понимаю Кто в Крыму Про нас Отзывается Нелестно Обратно Себе В этом удовольствии Всегда отказываю Просто на просто Потому что я считаю Что нельзя На данный момент Значит Портить репутацию Другого российского Винодела В пользу Себе Ну В свою пользу Кого-то перенимать Это просто неправильно Отвлечемся на тему Тут Хороший Очень вопрос Зарема Спасибо Ты как всегда Поддерживаешь Экономику Семьи Павел Вы как знатный Мотобой Считаете ли Что в связи С пандемией В ближайшие месяцы Перегрегаться На мотоциклах Будет безопасней Использование Общественного транспорта Конечно Там же Видишь Такую варь Да Вот Да Я понял Я понял Отрабатываете Отрабатываете Да Не оставляйте Меня равнодушным Я считаю Я считаю Что вообще Передвигаться На мотоцикле Безопасней Всегда О И ты здесь Артур Привет О Привет Слушай У меня такие шеки Красные Уже Да Я чувствую Я напоминаю У нас сегодня Павел Борисович Титов Президент Группы компании Абрау Джорсо И президент Деловой России Правильно? Да Вот Это я Мы говорим В общем О том Что происходит И на винном рынке И в сегодняшней ситуации В ресторанном бизнесе И так далее Пьем Вино Я пью Игристо Я брау Джорсо Экстрабрюд 2015 года Он мне очень нравится Кстати Павел пьет Тихое вино Шардоне 2018 года Или 17 Ты 17 Пьешь 17 Да 17 2017 года По поводу Кстати Мотоциклов Ты не дорассказал Прервался у нас Не Ну смотри Это Я считаю Что для меня Во-первых Для меня Это антидепрессант Абсолютно Я вот Когда что-то Все-таки Знаешь Как этот Кризис Часто накрывает Скажем так Плохое настроение И это Лучший Для меня Антидот Плохому настроению Это раз Именно поэтому Хорошо На меня действует А во-вторых Ну реально Самоизоляция В прямом смысле Это слово Вокруг тебя Никого нету В машине С другими Потенциально больными Людьми не сидишь В шлеме С другой стороны Конечно Можно и в метро В шлеме ездить Но это будет Выглядеть странно Баш Сколько у тебя Мотоциклов Ой Сейчас Ну штук пятнадцать Наверное Ничего себе Ну Я знаю Что это Граничит С каталогией Уже Я себе полностью Даю Отчет Что я болен А они все Разные Все разные Более того Что львиная доля Их Еще Это не просто Там Купленные Мотоциклы Это мотоциклы Переделанные Нашими хорошими Друзьями Российские Такое Все Кастомы Да Тебе привет Передавали Кстати Я этот Вчера с ними Виделись Я сказал То что у нас Совместные Кстати Потенциально У нас Вульф Механикс По-моему Я видел его Здесь где-то Да Так что Привет Привет Павел Что нового Планируется К 150-летию Абрау Дюрсона Вообще Мы планировали С февраля месяца Начать это праздновать Честно вам признаюсь Не просыхать Но Ну как бы да Но просто Как бы Народные празднования Должны были быть Много фестивалей Вы хотели открыть Выступку В музее Декоративно-прикладного Искусства В Москве Множество Презентаций Гастрофестивалей И все остальное Но внес Конечно Коррективу Наш Глубоко Обожаемый Коронавирус И пока Все планы Отменены По крайней мере До Момента Когда мы поймем Вообще Что Ну Что можно Что нельзя Потому что Понятно Что любые Массовые скопления Еще долго Будут не разрешаться И Мы У нас будет Пару Заготовок Которые Можно И из дома Будет И посмотреть И попробовать Но это Мы объявим Когда Видишь Коньяк Выпустили В конце концов Наконец-то Это тоже Почему Вы Называете Коньяк Ну Это К сожалению Пока Издержки Российского Потому что У нас Название Категории Коньяк Выдержанный Высшего Качества КВВК Поэтому Уже И пошло А суть Понятно Что это Брэнди Конечно Ну Поэтому Мы сейчас Говорили С тобой То есть У вас Есть Шампанский Дом Это Называется Шампанское Там Это Финк Пилос А все Что Остальное Это Игристое Конечно Все Правильно Да К вопросу О наценке В принципе Хорика Делает Стандартную Наценку На все 200-300 Процентов Без разницы РФ Или Импорт Нет Я не соглашусь А зачем Делать Наценку А зачем Делать Не думаете Вы о снижении Своей цены Чтобы сделать Продукт Более Доступным Вот Меня Сейчас Прорвет Вот Это Вот Это Вы Сейчас Ну Во-первых Я не знаю По какому Принципу Почему Вы Говорите О том Что 200-300 Процентов Делают Стандартную Наценку Это Не совсем Как бы Понимают Нынешнюю Особенную Ситуацию И Давайте Возьмем Немножко Момент Такой Я приезжаю Там Когда От Виноторговой Компании Ты приезжаешь Договариваться О том Поставить То или иное Вино Речь Заходит О том Что У тебя Просят Очень Дорого Нет Это Вино Очень Дорого И Я Его Брать Не могу Там Сделайте Мне Дешевле Насколько Дешевле Но Сделайте Мне Условно Говоря Вино Стоит 800 Рублей Сделайте Мне За 600 400 500 Задается Вопрос А смысл Тогда Какой Этого Всего Было Для того Чтобы Ты Так Сделал На Оценку 500 Ну И Оно Стоило Тогда На 1000 Рублей Дороже Поэтому Это Все На самом Деле Условности И В большинстве Своем Я могу Сказать Что Работа Сомелье Часто Бывает Так Что Сомелье Сам Придумывает Цену Для Того Чтобы Оно Было Дороже Его Рано Или Поздно Либо Выведут Либо Начальство Попросило Я его Поставил А то Что Ты Заинтересован Продавать То Ты Продаешь По сути Нет Такого Вина Который В ресторане Продать Нельзя Есть Плохой Сомелье Который Сделать Не Может И Все Остальное Уже Не Играет Роли Никакой Абсолютно Поэтому Почему Производитель Который Собирает Виноград Содержит Кучу Народу Содержит Предприятие Делает Вино И вдруг Он должен Уменьшить Цену Потому что Вам не хватит На цену Сделать 200-300 Процентов Да фигушки Не будет Уже Такого Вообще Уже Надоела Вот вся Эта История В виде Просто Поднять Цену Для того Чтобы Показать Что Ты Продаешь Это Ни хрена Вы не Продаете В большинстве Своем Вам лучше Возвращаться Домой Приехать И сидеть Дома Условно Сомелье Вот за таких Конечно Хочется Просто Порвать Согласен И надо Сказать То что Российские Виноделы Не особо Жируют И Издержки У нас Намного Выше Чем Зачастую Выше Чем В других Странах Делать Хорошее Вино В России Это Нифига Не дешево Нифига 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 И не просто Абсолютно И почему Мы должны Понижать На Какие-то Насколько Можем Понизить Я могу Понизить Чтобы потерять Всю прибыль Я могу На 14% Понизить Ну Сколько Насколько Продается Условно Говоря Браун Тот же Экстрабель За Сколько Да Какая Цена Ну Там Ты имеешь Ввиду На полке Или На полке Там 900 Там Где-то Стоит Рублей 900 Рублей За Классику По сути Да 900 Ну сколько Вот Нужно Все равно Это будет Стоить В ресторане Где-то В районе Двух с половиной Трех тысяч рублей Как минимум А зачастую По пять Стоит Позор еще Михаил Михаил Приветствую Дорогой Какой Сорт Винограда Вы бы Посадили Для себя Лично Ну Как-то Мы с Мишей Миша Привет Давно По этому поводу Уже общались Или Ну в общем У меня Знаешь У меня есть Такой Для меня Эмоциональный Эталон Хорошего Красного Вина Это Каберне-Савиньон На ПВ Мне нравится Прямо Я думаю Что Ни на что Бо его До сих пор Не применял И вот Если бы Когда-нибудь Я бы нашел Место Правильное Место Чтобы посадить Хороший Каберне-Савиньон Я был бы Очень с собой Доволен Каберне-Савиньон? Да Угу Ну понимаешь У нас же есть Каберне-Савиньон Но он В наших Шампан Этих Почвах По сути Для игристого Он И роль-то такую Несет По сути Мы из него Как раз Делаем Игристое Красное Вот Оно же Должно быть Плотное И Такое Ну все Маскулистое И тут скорее Вот мы Те земли Которые приобретаем Вне Браудерсов В долине В долине Анапы И Раевское Вот Там все шансы На хорошие истории Вот Предлагаю Тут за 150 лет А Браудерсов Вот Благодарю У вашей семьи Конкуренция появилась Понял? Да Ну что За Браудерсов 150 лет Действительно Это очень большой возраст Так что Да Спасибо Дорогой Нам Нам уже много Лет Процветание Спасибо Как можно Как можно Больше Переходить Именно На Российский Виноматериал Как можно Больше Свой Собственный Виноматериал Своих Виноградников Это всегда Будет Ценнее И Поначалу В декабре Месяца Когда Был Принят Закон Мы все Порадовались С одной Стороны Потому что Он вообще Был принят Как таково Как новый Закон Теперь Что касается Поправок Мы все знаем Что 26 числа Вступает в силу Этот закон Вступит ли он С учетом того Что происходит Это раз С другой стороны Должны были Быть внесены Большое количество Поправок В этот закон Но Внесены они Не были И приняты Соответственно Не были Поэтому Все нюансы Которые Если не примется Поправки К этому закону Что будет Происходить В общем Для российского Виноделя Хорошо ли это Или плохо Я бы очень хотел Подробно От тебя узнать Твое личное мнение Потому что Это очень важно Еще раз говорю Вы Как Абрау Дюсо Как Борис Юрьевич Титут Как ты Вы принимали Участие Что касается Этого закона И в декабре А закон Который Был внесен С вашей стороны Он соответственно Был Как бы Отодвинут И новая редакция Была Новая редакция Которую И приняли Да Вот в связи с этим Вот этот момент Он очень важен Потому что Задают много вопросов И всегда возникает Там кто-то Против кого-то Чего-то Я хотел бы От тебя Это узнать Потому что Ну Понятно Что мы Это Все Находимся В эфире Вот Мне бы хотелось Максимально Понятно Чтобы ты бы Объяснил Что происходит Твое личное мнение Ну Смотри С самого начала В принципе Мы Дух закона Поддерживаем Нам абсолютно Необходим Был этот закон Закон о вине Это ключевое Что нам даст Развитие Как Отрасли Чтобы нас уже Не называли Алкогольной продукцией А Считались с нами Так как Как с вином И как это делает Уже весь Развитый мир С другой стороны Тот закон Который был Принят Требует Достаточно Большого количества Подправок И Не только В области Того Что в принципе Мы считали Что Нам нужен Какой-то Ну Переходный Период По поводу Ну вот По поводу Запрета На использование Зарубежного Виноматериала Которого просто Нет То есть 26 июня На данный момент Просто Будет запрещено Производить Любую Винную Продукцию Из Зарубежного Виноматериала Или ты будешь Стоять С этикеткой Не является Вином На специальной На специальной полке Около собачьего корма Вот Ну Мы просто На это смотрим Со стороны Возможность Есть Всего лишь Несколько Хозяйств в России Которые Более-менее Самодостаточные По сырью И на самом деле Даже они Зачастую Завозят Виноматериал Для каких-то позиций Значит Но Там Поправки Необходимые Они не ограничиваются Именно вот этим Значит Каким-то Периодом Запрета Или отсрочки Что-ли Запрета Есть Есть Сложности В законе Внутри Он зачастую Противоречит Гражданскому Кодексу Он Зачастую Значит Там Ну Путает Термины И И Самое там То, что нам Ну прям вот Достаточно Мы видим Сложность в этом Как позиционируется Субсидирование И поддержка Высадки Виноградников На данный момент Там Приоритизируется И Субсидии Водоев Ну Спектр За то, что Водоев Можно получить Субсидии Он сузился Просто в разы И На данный момент У нас К сожалению Почему-то там Как прописано Что Субсидии Ты можешь получить Только под Российские саженцы А ты вообще Видел эти Российские саженцы? Я, честно говоря Не видел Ну да Это такая Серьезная проблема Для многих Это Я боюсь Что Эти Вот пока У нас Не внесена ясность Не внесены поправки Под закон Очень многие Перестанут высаживать Мы Можем Реально пропустить Год высадки Скажи А почему Как ты думаешь Почему это происходит Почему Только российские саженцы? Ну слушай Ну это Опять же Это дух закона Да Скорее Значит Патриотизм Значит Кто-то сказал То, что у нас Есть саженцы Они ничем не хуже Значит Итальянских Условно говоря Но это неправда И я готов И я считаю Что очень правильно Субсидировать И развивать Отрасль Производства Саженцев Российских Но их Сейчас нет Нам надо 30 миллионов Саженцев В каждый год Чтобы Соблюдать Темпы высадки В лучшем случае 2 миллиона Производится Сейчас И приживаемость Как ты понимаешь Там не 96% Как это В привозных Саженцах А там Повезет Если 80 А это Большие-большие Деньги И стоят Они уже дороже Чем Привозные И так Срубились Ради Вот там На самом деле И скрываются Самые большие Сложности На самом деле Мы видели Попытку Внести Поправки Значит Гордеева В принципе Мы с ними Согласились И Но Насколько я Понимаю Они отправлены На доработку И сейчас Выйдет Скоро Новый Значит Новое Предложение О поправках Которые Просто будут Не будут Вносить Отсрочку По Виноматериалу То есть Отсрочки Мы уже Понимаем Что не будет Ну В целом Конечно Но там Просто Понимаешь Там Очень Много Других Нюансов Неуклюжести В этом законе И в принципе Слушай А вот Ты говоришь Там По поводу Отсрочки И так далее Но Понятно Что Ну Обрау Держится Сколько процентов Делала вина От общего количества Из импортного Виноматериала Там Процентов 60 Две третих Да Две третих Смело То есть Две третих В принципе Ну Вы Не писали На бутылках Что это Произведено Из импортного Виноматериала Слушай У нас На самом деле Не было Никаких Никогда Проблем С этим То есть Мы Я как раз Вот Еще Когда-то Будучи Министром Сельского Хозяйства Ткачев Предложил Писать То что Что сделано Из зарубежного Виноматериала И это И это честно И мы Были это готовы Делать Но Сам понимаешь Вот на данный момент Формулировка Которая сейчас Стоит в законе То что надо На зарубежном Виноматериале Писать Не является вином Это по сути Обман Это не совсем правильно Да Потому что Все равно Это не российская Все правильно Это не является Российским вином Это вино Вот И Здесь же Все в одну кучу Свалили Да Это то что Из изюма Делается То что Из Сока Делается К сожалению Не сильно Разобрались Значит Они По сути Значит Из Виноматериал Считается Что это В принципе Какой-то Суррогат Да Но Виноматериал Это не суррогат Это Полуфабрикат Должны быть подпункты Что это такое Да То есть Это абсолютно Натуральное вино Которое мы привозим Причем Очень Не за Не за малые деньги На самом деле Из-за рубежа Которые Это Для нас Отходится дорого И мы Видишь Мы же не где-то Забираем Мы именно Забираем В Южной Африке Где это вообще Дорогой Виноматериал Он просто Нам подходит Под шампанизацию И тут мы Скорее боремся Не Не за экономику Никакую А за качество Он нам Очень хорошо Подходит И вот То Абрау Дюрсо Которое Все любят Оно Собственно Такое Потому что У нас есть Постоянство Качество Виноматериала Это было Очень важно У каждого Человека Есть любимое Вино Какое Любимое Вино У вас Павел Нельзя Такой Вопрос Задавать Президенту Абрау Дюрсо Значит У меня будет Всегда Ангажированный Ответ Вот Но По-хорошему Хочу сказать Так Как говорят Знаешь Обычно Паша Говорят Хорошее вино Это то Которое Я пью Да Вот Кстати Значит Но На самом деле Честно Знается Я Начал Себя ловить На том Что у меня Нету У меня нету Любимых Вин У меня есть Настроение И Под каждое Настроение Что-то Хочется Чего-то Разного И Ну Я люблю Пробовать Потому что Как бы Я конечно Обожаю Абрау Дюрсо Во всех Его выражениях Но Знаешь Это как это Надо Кругозор Расширять Каким-то образом Ну Во-первых Я знаю Что ты Самокритичный Ну Да На закрытых Дегустациях Ты Довольно Жестко По поводу Определенных Своих Дискажешь Ну Конечно Это очень Круто Это очень Круто Вот А так Я уже Упомянул То что У меня Есть Вот Эталон Красного Вина Допустим Это Вот Калифорнийский Кабернац Виньона Для меня Особенно Знаешь Сейчас Пропало Кстати Вино В России Фрокзлип Помнишь Такое Было Вот Просто Отличное Совершенно Красное Вино Но Но В целом Все равно Это не значит Что я его буду пить И только его Все равно Настроение есть Сегодня настроение Белое Завтра настроение Что-нибудь итальянское Выпить Послезавтра Я не знаю Зачем Заморачиваться Давай Хороший Штандарт Чилийского Вина Возьмем На самом деле Я всех призываю Всегда Пробовать И все Ну да Так оно и есть Пока не попробуешь Да и слушай Вообще Вопрос Атмосферы Иногда бывает так Что Какое-то Очень простое Вино Ты берешь Просто в хорошей Компании Посидеть и выпить Оно Хорошо зашло И это уже Классно Потому что Ты чувствуешь Другое Другие эмоциональные Суставные Иногда бывает Что ты берешь Даже очень хорошую Бутылку вина Но не получаешь От него удовольствия Потому что Компания не та Да Вот я хочу Поднять тост За компанию Которой можно Выпить абсолютно Любое вино Любое вино Но Получив от этого Удовольствие От удовольствия От общения Поэтому Я надеюсь Что у кого-то Бокал Все-таки Налито вино И мы вместе С вами Поднимаем За Компанию Компанию В которой ты находишься Когда тебе приятно Абсолютно Любого уровня Вино выпить И ты получаешь Удовольствие Просто от того Что вы вместе Находишься Поэтому Каждому Я желаю Здоровья Еще раз И В том Семейном Кругу Котором Вы находитесь Обратите внимание Как совсем Недавно Прочитал Говорит Сижу на карантине Со своей женой Уже неделю Классная девушка Классная девушка Оказывается Нормальная Девушка Решил поговорить С женой Нормальная Тех Нормально и мы будем с этим разбираться. У нас, к сожалению, ну, мне очень как-то с большим сожалению приходится это слышать, и у нас формата на отвали вообще-то не предусмотрено, и у нас впечатление обычно хорошее. Если у вас есть другое мнение, просьба, я в полной серьезе, я воспринимаю любую конструктивную критику, пишите, пожалуйста. Это очень правильно, Паш. В Санкт-Петербурге в этом году состоялся первый выпуск Школы Русского Вина. В ходе обучения были представлены прекрасные образцы вин Абрау. Есть ли у вас в планах поддерживать подобные мероприятия? Ну, мы, по-моему, никому еще никогда не отказываемся. Да, я тоже что-то удивлен, потому что если такое происходит, если вы это делаете, то Абрау Дюрсой, я знаю, так же, как и многие другие производители, с удовольствием поддерживают все, что происходит по поводу Италии. Так, цена дивноморская в районе двух тысяч рублей на полке в магазине. Чем обоснована такая цена? Это Петербург Стория задает вопрос. Ведь ведь за эту цену можно взять приличную Италию, Испанию магазины делают стандартную наценку на РФ и импорт. Спасибо. Ну, ты сейчас скажи, а потом я скажу. Ну, начнем для того, что я уже упоминал, то что высокие цены на российское вино, они не подожревают огромной прибыли. Просто-напросто в России очень дорого делать качественное вино. И, извините, ну, я считаю, что вы платите за за то качество, которое вы получаете. И то, что вы получаете, ну, я уже могу там без лишней скромности сказать, конкретно в этом случае, в принципе, ну, купив за эти же деньги Италию, вы будете, я думаю, что усадьба вполне уже в состоянии конкурировать с итальянскими винами за эту цену. Но дело тут не в этом. Вы должны понимать то, что издержки и стоимость производства премиальных вин в России намного выше, чем в Италии. Это просто грустный факт. Соответственно, ну, да, наверное, когда у нас будет более развитая отрасль с такой же поддержкой, как в Европе, когда датируется, безвозмездно датируется две трети инвестиций и в винограднике, и в виноделье. Тогда, наверное, мы сможем не перевыставлять эту стоимость на потребителя. С удовольствием. Вот. Но, к сожалению, она столько стоит. Ну, обычно я всегда говорю, что попробуйте высадить виноградники, вырастить виноград, сделать из него нормальное вино, и вы посмотрите, сколько может стоить это вино. Тем более, что, почему он спрашивается, это вино должно стоить дешево. Оно действительно очень высококлассное, качественное, классное. Есть другие вины. Если вам, у вас есть желание попробовать это вино, то посещайте либо дегустации. Мы каждый год делаем открытую дегустацию на презентации винного гида. Кстати, здесь очень интересный момент, что кто-то там не хочет платить, условно говоря, тысячу рублей за то, чтобы пройти и пообщаться со всеми производителями и попробовать все. А у кого-то на что-то может быть не хватает денег, хотя вот эти все люди, реально, я вот неоднократно задаю вопрос, а вас не смущает фреш, который подается в ресторане, вы его пьете, спокойно покупаете за стаканчик 200 миллилитров, платите там просто даже апельсинового сока, 250-300 рублей, вас не смущает этот факт? То есть где просто взяли апельсин и просто его выжили. Да, и ничего никто особо не планировал делать. Поэтому все это на самом деле условно. Вы можете делать свой абсолютно рейтинг, покупать вино и ставить соотношение цены и качества, стоит ли это вино или нет. Но я могу по практике сказать, что каждый раз, когда я делаю слепые дегустации, в большинстве своем люди ошибаются. Иногда даже на довольно такие средние, скажем так, мино-итальянские либо французские говорят, что это вообще очень некачественное вино и почему-то предметают сразу Россию. Помнишь эти результаты первого нашего этого, не первого, а какого, дегустации СВР, кубка СВВР, когда мы специально подбросили вслепую дегустацию такие прям большие снаряды из... Ну, это каждый год происходило. Да, самое интересное, что мастер о вайн, один, который продегустировал бутылку Шатон Мутон Ротшильд, который Паркер поставил ему там порядка 92 или 94 балла, мастер о вайн поставил ему 75. Почему, спрашивается? А что с ним было не так? Ну, просто оно ему не понравилось. Поэтому... Фантом на этой же дегустации в тот год грамм-призовое. Да, кстати, да. Увеличилась ли в продажах доля игристых вин кондиции экстра-брюд или же полусладкая является лидером? Хороший вопрос. Значит, лидером является до сих пор полусладкая, но при этом самый динамичный растущий сегмент это брюд. Но он еще просто не догнал. Но они уже близко достаточно, потому что когда была еще буквально там два года назад разница была в разы. То есть наверное в четыре раза больше наливалось полусладкого. Сейчас уже брюд отстает где-то на четверть. Вот так вот. То есть брюда каждым годом все больше получается? Да, но это нас радует на самом деле. Меня тоже это очень радует, потому что все-таки мы все прекрасно знаем, что в советское время было огромное количество вин, а делались они сладкими или полусладкими по причине того, что как сухие вина их пить было невозможно. Народ надо было напоить. И поэтому добавляли туда сахар и сладости, все что угодно для того, чтобы просто потребителю это нравилось. Поэтому до сих пор культура нашего потребления вина она как раз состоит в том, что многие помнят со сладкой виной, вроде бы оно хорошо. Это как качественное мясо замариновать так, что даже его не узнаешь. Ну, конечно. Нет, вот это вот, да, еще вот эти вот рассказы про северные привычки потребления, это все, я вам могу сказать, абсолютный бред. Никто там северные привычки потребления, нет такого понятия, все прекрасно занимаются и потребляют и в Финляндии, и в Скандинавии другой, потребляют сухие вина и брюты, и никаких полусладких там нет. Если вы хотите посмотреть мастерство винодела, надо пить сухие вина. Однозначно, да. Можно поподробнее про коньяк, какие сорта, какие бочки, тот бренди, который вы делаете? Ну, смотрите, коньяк, мы не запускали свое производство, это была долгая, достаточно очень профессиональная работа с Дербенским конечным комбинатом. Наши коллеги сделали для нас замечательный купаж, мы высаживались как раз туда, ну, целым коллективом, значит, для купажирования несколько месяцев подряд, почти полтора года у нас ушло на создание того купажа, который мы хотим, поэтому на самом деле по дистилляту это дагестанские, дербенские, мы ими очень довольны, у него абсолютно характер гениальный, по бочкам, но бочки там разные, я сейчас не вспомню, потому что, поскольку это купаж, там есть дагестанский дуб, там есть, значит, часть французского и американского дуба, я сейчас точно не скажу, какой конкретно, но в принципе все выдержано, и средний возраст, точнее, не средний возраст, а возраст коньяка у нас 10 лет. Хорошее вино дешевым не бывает, абсолютно согласен. Павел, часто вижу рекламу у молодых блогеров о Брау Лайт, почему идет такая реклама именно винного напитка для молодежи, а не того же доступного Виктор Дровинии? Очень интересный вопрос был задан. Ну, во-первых, просто о Брау Лайт для молодежи намного доступнее, чем Виктор Дровини, объективно говоря. Сколько он стоит в магазинах на Болке? 260 рублей. Значит, давайте так, это entry level. До нас почему-то даже никто не считал, что есть такое понятие, как молодежь и в винной отрасли, молодежь для Артура, поправляй, но для нас, как для виноделов, молодой потребитель лет 30, наверное. По-хорошему, если. А то, что в массовом рынке еще меньше, потому что у нас молодежь сидит на пиве. Раньше сидел на этих жутких, помнишь, джентоники эти были, их же вроде сейчас запретили. мы дали некую альтернативу. А почему идет реклама именно о Брау Лайт у блогеров? Ну, потому что для таких солидных мужчин, как Артур Георгиевич, мы используем другие, допустим, каналы рекламы. Вот. И я сомневаюсь, что Артур Георгиевич дико вот следит за всеми этими молодыми блогерами. Поэтому, в общем, для каждого свое. Ну, здесь же вопрос культуры, прививания культуры, поэтому... Конечно. Это, во всяком случае, лучше, чем эти Санта-Стефана и так далее, которые рекламируются. Так, Николаев Михаил спрашивает еще раз очень. Спасибо, Миша, что ты с нами. Очень хочется Шардоне. Вопрос. Как президент деловой России? Боретесь ли вы за обеление рынка Хорика, чтобы наконец-то поменять порочность? Круг, непонятных наценок и маленьких продаж? Ну, это я не только как президента. Миша, спасибо за вопрос. Я понимаю, что значит, все-таки все задачи с тем, чтобы ящик Шардоне не ушел Максимилия Саркисян. Я это делаю на любых площадках. Мне, честно признаться, легче это делать как виноделу и как президенту Абрау Дюрсо. Просто-напросто, потому что у нас рестораторы присутствуют деловой России, которые зачастую имеют альтернативное мнение, но также мне надо защищать позицию общую. Но я пытаюсь проводить образовательную работу везде, включая своих коллег по деловой России, которые являются рестораторами. Но есть объективные вещи. у нас очень слишком сильно перевоспаленный рынок. Потому что наценки, они не просто так тоже, к сожалению. Это идет системная переоценка, которая должна произойти. Аренда, ремонты, стройки, на самом деле себестоимость зачастую продуктов, которые закупаются. Это все влияет. Просто-напросто попробуйте сейчас запустить ресторан без еды, без вина. На что оккупаться ресторан будет? Непонятно. И в этом смысле есть системный перелом. И вот за что я точно как деловая Россия борисся к этому за это. За то, что нам надо очень много сейчас отраслей вводить в новую реальность. Я надеюсь, что это как раз повлияет на просто неконтролируемые наценки на велосипеды. Причем я не понимаю, Артур Георгий, почему можно зачем надо наценивать российское вино так же, как наценивать зарубежное? Это, кстати, вопрос к дистрибьюторам и к импортерам тоже вопрос, потому что они же, по сути, дистрибьюторы, которые там занимаются российским вином. У них издержки совершенно другие. То есть абсолютно не обязательно наценивать российское вино так же. да, согласен. Согласен. Тут я когда начал говорить по поводу того, чтобы не ушло бы в семью саркисян, как говорится, я вспомнил сразу анекдот про на Северном Кавказе в одной из деревень Аулов, председатель колхоза, собирает колхоз весь свой и рассказывает о том, что было выделено три машины на этот колхоз. И, значит, говорит, мы вас собрали здесь для того, чтобы сообщить вам одну новость. На наш колхоз было выделено три машины. Итак, первая машина я выделяю, отдаю себе, потому что я все-таки председатель колхоза, и мне нужно ездить райцентр туда-сюда, поэтому первая Волга ГАЗ-24 белого цвета будет мой. Второй Волга, который выделяется на наш колхоз, будет моей жене. Все-таки жена председателя колхоза, она ездит в шопинг, мопинг, туда-сюда, торговый центр. По-другому это выглядеть не должно, поэтому пускай эта вторая машина будет в нашей семье в моей жене. Ну и, наконец, третью машину мы решили выделить все-таки сын председателя колхоза, который все-таки тусня, мусня, ездит в центр, дискотека, дискотека, все-таки сын председателя колхоза, поэтому если у вас есть какие-то замечания, пару слов вы можете сказать, все молчат, один мужик встает и говорит, молодец, блядь. То есть ты решил побиться все-таки за ящик? Нет, я вижу, у меня семья бьется за шердоват. Спасибо вам за поселок Абрау-Дюрсо как место отдыха и праздника для всех жителей. С каждым годом оно все лучше и красивее. Спасибо. Спасибо. Приветствую. Планируют ли Абрау работать с российскими автохтонами сортами вроде бы Красностопа? Есть ли в этом коммерческий смысл? Ну, в смысле мы в 2014 году купили для этого винодельный ведерников? Я очень верю в автохтоны российские. Это очень интересное направление. Я считаю, что как раз основную репутацию премиальных вин мы будем зарабатывать именно автохтонами. и с ними очень сложно работать, надо сказать. Это большие издержки и вообще в целом пока мы только учимся контролировать их и в общем с каждым годом у нас все лучше и лучше получается. Но наши коллеги, партнеры по ведерникам делают все возможное для того, чтобы это вино побеждало на международных конкурсах. Поэтому я мое мнение не просто планирую, мы уже активно впрыглись в эту историю. Дублирую вопрос Зарема Саркисян. Давай что-нибудь про мотоциклы. Мне понравилось. Да, да, да. Павел, отец вас с детства готовил к работе в Абраво. Вернее, готовил к работе в Абраво джурсоль. И были ли у вас собственные планы и мечты связанные не связанные с вином? Сейчас проследим. Вот, но нет, не готовил. Значит, А когда ты узнал о том, что ты будешь управлять, Абраво джурсоль, твое вот состояние, о чем ты подумал? Тебе это было круто? Я тебе могу сказать, знаешь, на самом деле стремновато. Я это можно сказать сразу. 2000 человек, значит, которые теперь все вот так на тебя смотрят, значит, какая команда начальник, это вообще такое ощущение. А сам думай, сейчас бы я, блин, поехал бы, что-нибудь там сделал, потусил бы. Я всегда сравниваю. Если бы не кризис 2008 года, кстати, который сейчас я скоро тоже свой опыт того кризиса скоро запущу, но если бы не тот кризис, я бы вообще даже никогда бы не подумал, что есть возможность работать на семью. У меня было все как бы пучком, как у инвестиционного банкира. А если сравнивать, то скажем так, значит, жизнь стала интересней, но спать я стал хуже. Тони Пепперони спрашивает, Павел Борисович, вас не смущает такое понятие в федеральном законе 468 российское шампанское термин отдельной страховой? Ну, я высказал. Мне кажется, что там много, в этом законе еще есть чего изменить и выгладить. И вообще термины, которые там присутствуют, они зачастую друг другу противоречат. И если я правильно помню, между первым и вторым чтением к закону предлагалось 270 поправок, которые были все отказаны. в них было отказано. Поэтому, соответственно, в принципе, конечно, закон надо дорабатывать. Дух у закона правильный, но я бы сейчас не придирался к каждому термину просто-напросто, потому что поправок там нужна масса, они есть риск, честно признаться, то, что закон вступит в силу без поправок. И мы как бы напряжены этим. Конечно, понятно, что сейчас как Абрау Дюрсо мы уже сделали все и у нас чтобы соблюдать даже такой закон, но для общего для общей отрасли могут ну будет сложно. в том числе для шампанистов, которые там российское шампанское отдельный термин. давайте так, российское шампанское мы вот только что сейчас с тобой затронули эту тему, то что давайте тогда российское игристое это назвать. Вот так можно? на самом деле было бы наиболее оптимально. Российское игристое да, это такой базовый уровень, который в принципе все знали, что он действительно делается из российского винограда, но базовая тема это было бы наиболее оптимально. Я думаю, что со словами шампанское и прочее еще придет время все поменяется. Тут вопрос ковальчуки приобрели новый свет и решили убрать прямого конкурента. там даже не столько вопросов как комментарий. Тоже произошло и с обменом Титова на Киселева. Ну, ребята, я не думаю, что в сегодняшний эфир мы будем много говорить об этих вещах. Это сейчас кризис, сейчас люди сидят дома. Отдыхайте, получайте удовольствие от того, что вообще. Мы с Атургером вину пьем расслабленный уже. Что сейчас начинать? Я очень расслабленный. По мне видно, что я вообще очень расслабленный. Ты расслабился, да. А я тоже уже расслабился так. Нормально я не могу сказать. Да, я и всем желаю получить такое удовольствие от, как я уже сказал, от общения. Главное, чтобы не порошок был. Ну, порошкового вино это не существует, об этом... это очень дорого. Да. Мы же делали эксперимент, партон, я сейчас пойду на солнце сяду, я что-то замерз. Мы сделали эксперимент. Солнце уходит, убегает. Ну да, с порошковым вином мы эксперимент делали на самом деле. Вот. И, дорогие друзья, я вам могу сразу сказать, то, что нереально дорого делать вина из порошков. Это самое дорогое, что может быть. То, что для некоторых производств виноделина абсолютно необязательно делать их из винограда, это есть такое, да. И другое. Черт, я забыл вино. Это надо будет отдельно вырезать. Так, блин, иди. Косичок. Не могу. Это классно. Так, да. Вот, все, обратно на солнце выхожу. Так, Корнеев Анатолий тоже с нами. Как будете поощрять работников завода в столь сложной экономической ситуации? Ну, знаете, мы приняли для себя решение, значит, то, что мы уже точно не будем сокращать людей. для нас работники завода не под риском вообще, потому что завод работает, значит, все те же самые мотивационные программы, которые у нас, они будут работать. Но сложности, конечно, есть у по сути закрытого центра винного туризма, не работают ни отели, ни рестораны, ничего, но тут мы просто решили так, что если на то пошло, то как бы мы съедаем эти очень большие затраты и, в общем, сохраняем все рабочие места. Вы молодцы, да, я много слышал о том, что у вас в этом плане вы поддерживаете своих, было бы очень странно, если бы это не происходило, в любом проекте и в любом бизнесе на самом деле команда это все. И сохранять надо прежде всего в кризисные времена тот актив, который поможет тебе из этого кризиса выйти. И коллектив это, собственно, в списке номер один. Реально. Тут как раз пишут по поводу того вопроса, где что-то не понравилось насчет экскурсии. Михаил Лошанов пишет, был четыре раза в Абрау, все экскурсии были на высшем уровне. Оксана пишет, не согласна, сама была на экскурсию, чтобы посмотреть, как проводят, все было отлично. Экскурсии отличные, не раз родственники были, все в восторге. Я могу сказать, что если у вас возникли какие-то проблемы, как уже Павел сказал, пишите ему, все очень будет быстро решено. Так, почему в России дорого делать качественную вину? Вопрос не риторический. Ну, я вот чуть-чуть этого коснулся, но давайте представим себе, что ты решил открыть винодельню, посадить виноградник. Для этого понять, что собственных средств на все у тебя никогда не хватит. Значит, у тебя самые, значит, на работников твоих ты плачешь 34% ESR. Значит, у тебя налоги на прибыль, налоги на имущество, налоги на землю, у тебя вложения, которые ты взял кредит и платишь, наверное, там, ну, для приличных людей, там, процентов 9-10, да? И все это передается просто в себестоимость вина, к сожалению. А теперь подумаем, сравним это с Венгрией, то же самое, где я недавно был и мне показывали новые проекты, где две третьих всех вложений компенсируется без возмездно Евросоюзу. То есть под одну треть, которая будет под твою ответственность, даются практически бесплатные кредиты. Под, если я не ошибаюсь, под 1,3%. Вот оттуда и себестоимость. К сожалению, у нас все дорого. А зарубежное оборудование, мы же не производим оборудование, по сути. Ну, слушай, о цене могут говорить только люди, которые просто не в курсе, что происходит, мысль о том, просто, что это российское вино, оно должно стоить дешево, это не совсем правильно. Это не будет... Я, кстати, замечу, вот Артур, вот заметьте, то, что подразумевается под российским вином, и там, значит, и вот дешевое российское вино в тетропаках, оно как раз делается, между прочим, из совсем недорогого зарубежного виноматериала. а все, что премиальное делается в России из своего винограда стоит больших денег. Вот тебе и казус. Да. Павел, у вас так много хороших мин в портфеле, уже отмеченных мировыми критиками. Как думаете, после кризиса есть ли у них шанс выйти на мировой рынок? Слушайте, ну, мы на это очень надеемся и очень активно работаем. Мы уже присутствуем где-то в 21 стране, очень плотно работаем. Но кроме цены, тут, наверное, все-таки то, что мы уже касались, вопроса репутации российских вин на международных рынках, это все-таки надо развивать, потому что вино делается долго, а репутация вина еще зарабатывается еще дольше. И тут не одно десятилетие должно пройти, чтобы нам доверяли так же, как итальянским или французским виноделам. Да, Зарема не успокаивается. Нет ли у вас обиды, как у производителя виски при смешивании игристого в коктейлях? Для этого надо производить специальные игристые виноделки. Это нет. Это, кстати, мне этот вопрос, как всегда, понравился. И на самом деле давайте так, я бы не хотел чтобы из-за наших высших топовых позиций, которые мы считаем далеко не хуже зарубежных аналогов, добавляли Коккоу. Это иногда правда обидно. Но с другой стороны, есть другие позиции. Почему Просеку не обижаются, когда их смешивают с опиролем. Почему там вот я вот недавно я уже Артур рассказывал канал РБК попросил, поскольку все-таки угрюмые времена настали, все-таки как-то поддерживать настроение, я показал как делать хороший витаминный весенний пунш и смешал его по сути из Я вот стараюсь сейчас найти у РБК на канале, они там я не знаю сейчас ответят, я надеюсь, что это отлично пошло черная этикетка розе полусладкая в этот пунш у меня никаких обид нету, очень классно и получился пунш. Я недавно делал такую же пробовал вещь пунш на Абрау Лайт сладкая, знаешь почему, потому что чем слаще входящее вино, то есть необязательно добавлять дальнейший сахар, не надо не надо сластить пунш, то есть у тебя получается натуральная сладость, это тоже прикольно. Солнце ушло и отсюда. А как бороться с регионами, где есть дополнительные акции Татарстан, Башкортостан, российских вин здесь еще меньше, чем в остальных регионах. Наверное, было бы логично, чтобы что касается российского вина, как-то подумали бы о том, что для них второй акциз как таковой. Вообще, на самом деле, закон этому, я думаю, что поможет, потому что будет понимание, что все, что из российского винограда будет делаться, не будет облагаться тут как раз это исправится. Единственное, что я не знаю, что такое региональные дополнительные акцизы, это скорее на усмотрение субъектов федерации, и тут, конечно, надо говорить скорее. Дополнительные акцизы это то же самое, что пройти сертификацию, и я знаю, что в Казани есть такое, Татарстан. Ну, есть, есть, Ты не можешь просто весь ассортимент, который есть, а просто взять и привезти. Надо пройти сертификацию. Объективно говоря, я думаю, что просто это вопрос культуры отдельных республик, где есть какая-то определенная демотивированность, демотивация для потребления алкоголя, по крайней мере, экономическая. Ну, что делать? Честно признаться, общаться с главами субъектов и вести этот диалог, я другого не могу ничего посоветовать. по федеральным законам будет ставка ноль. Значит, тут нам предлагают с тобой выпить в лице друг друга за людей, улучшающих миноделие России и культуру потребления. Я в твое лицо выпью с удовольствием. Я в твое лицо тоже. за всех тех, кто продвигает российское виноделие, российскую культуру вина, ну, и вообще культуру питья. Я считаю, что все, кто участвует в этом, самелье, каисты, производители, те, кто придумывает правильные законы, пишут, и так далее. За всех тех, кто действительно борется за то, чтобы российское вино было в почете и, соответственно, делать качественные российские вины и не стесняться. И на самом деле спасибо и законодательам, которые нам в этом помогают и высказывают трезвые мысли и, правда, болеют за нашу, да, в принципе, те, кто болеет за нашу отрасль, потому что отрасль у нас не просто красивая, она еще глубоко эмоциональная. Здесь у нас нету, знаете, как этот, в эту отрасль точно надо решить влюбиться, чтобы в ней оставаться столько времени. Так что, Артур Георгиевич, в лице тебя за всех нас патологически больных этим красивым делом хронически, да. Да. Вот у нас уже пролетело практически два часа. Вот видите, что значит просто посидеть, мало того, чтобы хорошая компания еще с хорошим винов, ну, вот. Ну, значит, повторяю вопрос про пятнаты. Пятнаты собираетесь делать или нет? Что-то я его не увидел, но... Я, я нет, сразу говорю нет. Я тебя понимаю, в принципе, если я захочу выпить сидр, я выпью сидр. Кстати, что у вас по поводу сидра, вы же тоже его делаете? Слушай, получилось неплохо. Значит, мы, конечно, знаешь, все нормальные герои всегда идут в обход. Значит, мы решили применить все те же самые технологии, значит, шарматы и шампануаз для сидра. Шампануаз еще не вышел, шармат вышла вторая партия. Брюты, честно признаюсь, требуют доработки, но полусухие сидры, я очень доволен. Ну, как бы, партии пока не, ну, 60 тысяч бутылок, это небольшая партия, расходятся. Знаешь, мне тут сейчас начинают, семейство начинает заявлять, а ничего, что ты уже третий час с Аркисяном в однорыло, как бы... Ну, слушай, у нас постоянно подписчики наши, вот тот человек, они постоянно висят в эфире. Поэтому мы не одни. А сейчас мы уже скоро закончим, у нас длина уже заканчивается. Ну, да, да. Ну, давай, как у нас там по вопросам, тосты, тосты, друзья, надо какие-то тосты. где тосты вообще? Смотрел параллельно, значит, я открыл ту бутылку, которую я открыл, она была уже 10 тысяч выпущена, значит, она была 9567, поэтому, как бы... Осталось очень мало, да. Да. Вот так у нас, видишь, обратно восстановились все наши слушатели, хотели бы, Зарем опять в игре. В основном мужчины вином занимались, но, слушайте, женщины занимаются... У нас, кстати, старые работники, которые у нас по 25 лет работают в Абрау-Дюрсо, замечательные, талантливые женщины и с отличными результатами, на самом деле. Это в отличие от Европы, кстати, там намного больше, правда, там доминантная мужская работа. Вот, у нас, кстати, я бы не сказал, что это считается мужской работой. Так, ну, слушайте, женщины-наделок у нас есть, и слава богу, и будем очень рады, что было бы как можно больше. Возможно, нужно выращивать своих крутых российских агрономов, виноградарей, а не звать специалистов из-за границы. Согласен, почему нет? Но для этого база, наверное, должна быть, да, Павел? Конечно, ну, чем мы занимаемся, понимаете? но, у нас пока, к сожалению, мы выходим из той эпохи, когда у нас было не 70 лет, железного занавеса, а почти 100 лет железного занавеса в экспертизе винодельческой. И для того, чтобы восстановить быстро экспертизу, которая нам требуется для того, чтобы конкурировать на международных рынках, ну, приходится международных специалистов привлекать. У нас своих пока такое количество не выращено просто-напросто. У нас есть талантливые ребята, но их можно по пальцам пересчитать, и все. я хочу поднять тост за женщин, потому что я смотрю, здесь очень много женщин на ночь. Это правильный тост. Да, и я хочу пожелать всем нашим близким, родным, в лице наших родных, жен, подруг, друзей, и так далее, выпить за всех женщин без вас было бы очень-очень плохо. Мы вас все очень-очень любим, у каждого своя любовь, но будьте здоровы и просто будьте в гармонии сами с собой. От всей души, девушки, женщины, бабушки, мамы, звезды, за вас. За вас, от всей души. Давай. А мне так вот чекаться надо слышно, нет? Да. Какое количество спиртного вы употребляете в неделю? Вопрос для обоих спикеров. Борис Юрьевич, вам слово. Ну, я Павел Борисович, но спасибо. О, Борис. Павел Борисович. Прошу прощения. Тем не менее. Вот. Если вы думали, дорогие зрители, что мы фейками здесь чокаемся, вот доказательство того, что это не фейк. Да, да. Вот. Да, блин, много. Этот момент надо будет мне как-то отдельно вырезать. Ты такой смотришь на меня, думаешь, сказать, не сказать. Слушай, ну, на самом деле, вопрос-то правильный, потому что сколько можно пить в неделю, ну, у нас работа такая, мы выпиваем повышенное количество алкоголя, но в основном, конечно, выплевываем, но все равно что-то доходит. Я считаю, что бокал красного вина в день, это вот вообще не просто там, не вредно, а просто полезно. вот, а дальше, ну, собственно, от образа жизни зависит. Слушайте, я выпиваю, конечно, побольше, честно признаться, но я еще и каждый день в зале бегаю, таскаю веса, дерусь и все остальное. То есть, метаболизм разгоняю. Кстати, вот у меня на заднем плане в чёща пришла. Значит, поэтому, в принципе, зависит от каждого здоровья, но единственное, что хочется сразу сказать, то, что выпивать надо ответственно, не во вред своему здоровью и так, чтобы вам с утра было море по колено, а не было бы стыдно. Да, не было бы стыдно, это точно. Не, ну, я, со своей стороны, я вообще очень редко пью. Я вообще не пью. Все, кто меня знают, знают, что я вообще не пью. Для меня, мне не нравится это вот ощущение, но иногда очень хочется, иногда хочется пообщаться, нормально посидеть, нормально выпить. Я ничего в таком количестве, как игристое вино, много выпить не могу. То есть, для меня там пару бокалов это абсолютно оптимальная тема. Поэтому, то, что мы сегодня с тобой пьем вот в таком вот виде, это для меня впервые. Я впервые там. Мы с тобой говорили за новые реальности нового мира после коронавируса. Слушай, знаешь, я, кстати, недавно попробовал такой формат, как выпивать по зум-конференции. Очень весело оказалось, да. То есть, каждый, значит, подсоединяется, значит, там почти 30 человек собралось, значит, все тосты говорят. Очень интересно. Ну, реально новые реальности. Но мы с тобой иногда, если ты помнишь, сейчас я вспоминаю, вот ты правда, сейчас сразу подтверждаю слова Артур Георгиевича, что пьет он очень редко, но пару раз заседали мы с тобой очень конкретно, я тебе могу сказать. Да, было такое. Было такое, но и было очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. всегда все было очень красиво. Вот этот весь разговор для тех, кто нас слушает и так далее, я хочу сказать, что мы не пропагандируем алкоголь. У нас нет пропаганды алкоголя. У нас есть пропаганда культуры питья, что самое важное. И когда речь заходит о качественных напитках, мы не можем просто ужраться в хлам. я вот сейчас впервые за всю свою жизнь, чтобы в эфире вот так вот сидеть и пить, это происходит впервые. Мало того, у нас еще вот сейчас в прямой трансляции 85 человек смотрят 84, 85, иногда там чуть побольше. я смотрю, там я за сотню так уходил. но в любом случае вы с нами, это очень классно, что вы смотрите, вы слышите то, о чем мы говорим, мы стараемся говорить то, что на самом деле происходит сегодня, вообще. Кстати, извини, пожалуйста, вот новая, присоединившаяся девушка Зарема спрашивает хороший вопрос, кстати. А что, да, а что, собственно, с проектом Семелье в ринге? А я, дорогие друзья, расскажу, что с проектом Семелье в ринге. Мы с тобой долго звоним. Артур Георгиевич мне должен 60 бутылок Варвакана. Вот, что, собственно, с этим проектом. Должен, должен, но ничего не сделаешь. Когда это будет, ну, так же в прямом эфире это сделаем. Все 60, сложно будет. Павел, расскажите, пожалуйста, о своей супруге. Участвует ли она в бизнесе? Если нет, то планирует ли подключаться? Если да, то не мешает ли это в домашней жизни? Спрашивает девушка, которая уже не первый раз задавала вопрос Зарема Заркиси. Да, 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 спасибо. Хороший вопрос в очередной раз. Спасибо большое. Самый активный у нас сегодня подписчик. Моя супруга в бизнесе на данный момент не участвует. У нее абсолютно другая профессия, но, кстати, между прочим, мы потихонечку начинаем где-то вот встречаться, потому что она косметолог, она делает свою косметику и делает она ее дома, разрабатывает очень интересные вещи, сыворотки, ну, такие уже достаточно сложные, не просто там кремом помазать, высококачественные вещи, которые мы по сути рано или поздно, я думаю, что это одно из направлений, которые Абрама Дюрсова возьмет для себя, чтобы использовать и бренд, и винную тематику в косметике, это уже признанная история в мире, поэтому почему бы нам этим не заняться, и тут мы уже начинаем потихонечку дома об этом говорить, поэтому рано или поздно, я думаю, что мы вместе поработаем, но на данный момент она делает классную косметику и блюдет семейный очаг. Супер, тут девушка по имени Наталья Харламова задает вопрос, с таким идеальным телом сколько минут в планке держится, Павел? Ну, хороший вопрос. Так сколько вы держитесь? Спасибо. Я не знаю максимум, но я думаю, что минут 6, минут 8, наверное, могу, но это дико скучно просто-напросто, я не очень люблю планку, потому что в пол все время смотришь, это ерунда какая-то. значит, тут вопрос, говорите, проблема с персоналом, за какое ваше конкретно действие вы гордитесь, увеличившие интерес компании и виноделию в целом? Какой-то сложный вопрос. Сложный вопрос, причем и привязанный к персоналу, видимо, каким-то образом. чем я горжусь? Я многим, чем на самом деле горжусь, то, что мы сделали за последнюю декаду в Абрау-Дюрсу. Это абсолютно другое место, это абсолютно другое место, другое производство, другое вино, даже количество. Посмотрите, когда мы сюда пришли, Абрау-Дюрсу не заложило ни одной бутылки в 2006 году. в Туннеле. Сейчас мы производим, продаем 40 миллионов бутылок в год. И доступны практически везде, по всей России. Мне кажется, что это что-то стоит. И то, что мы за эти годы стали одним из самых известных, одним из самых таких, ну да, известных брендов России, это тоже чего-то стоит. Да, мне сказали, девушка пишет, значит, Таня Грызина, по-моему, мне сказали, пить надо в меру. Я заглянула в словарь. Мера, это старорусская единица, объема равна 26-24 литра. так выпьем же в меру за счастье и безналичный. Отлично. Таня, молодец, да. Ну, так выпьем, конечно, да. Тебе там осталось еще что-то, да? У меня это вот последняя из бутылки. У меня тоже то же самое, да. Ну, мы уже скоро заканчиваем, так что вот кого-то я вижу на заднем фоне у тебя. Это наш друг Гоша. Гоша? Гоша, привет. Гоша, всем помошен. Ушастый. Ну, когда тебя еще можно увидеть в таком состоянии, в таком виде, в такой атмосфере? Слушай, ты всегда в гастах, ты всегда... Да, да, да. Я вот долго думал, на самом деле. Нашел единственную, по-моему, рубашку сейчас у меня в дом, поскольку мы отваливали в самоизоляцию достаточно быстро, но одну все-таки рубашку я успел прихватить. Вот, думаю, одевать ее или нет, потому что как бы совсем уже на глаза Артуру Георгиевичу неудобно попадаться. Вообще-то не при это, не при дресс-ководе, потому что я его не помню, когда последний раз без пиджака видел. Но, на самом деле, никогда бы не пришло мне в ум какие-то трансляции делать из дома. Я думаю, что это, кстати, круто. Это формат, который я останусь. Да, слушай, на самом деле, я даже не думал буквально пару недель назад о том, чтобы делать такое и так общаться, потому что я вижу, есть определенный интерес. Это все зависит от собеседников, насколько они интересны сами по себе. А с учетом таких гостей, как Павел Борисович, молодец. Как вы. Да, это очень круто. Такого еще не было, поэтому это новое такое происходит. Мне очень интересно. Так, не пей воды, если можно выпить вина. Не пей вина, если можно выпить хорошего вина. Не пей хорошего вина, если можно выпить очень хорошее вино. Выпьем за то, чтобы у нас были деньги на то, что лучше. Хорошо, Аина, спасибо большое. Так, пьем не для того, чтобы напиться, а для здоровья, только для. Для, да, растечется винный напиток по периферии телесной. Здоровье для. Круто. посмеялись. А я вообще планировал, спросили первоначально, можно ли в планке стоять и вино пить. Наталья, если вы это умеете, это не значит, что умеют это делать все. Ну, кстати, я думаю, что это будет вирусный ролик. Надо мотивировать. Наталья, как это, с соломочкой, что ли? Да. Ну, как-то можно сейчас. Ты стоишь, короче, и соломочка у тебя. Да, да, Абраузер. Так можно, да, можно. Это следующий, знаешь, как это вирусный, как это называется, флешмоб. Надо делать. Тост, чтобы за границей при слове русский говорили, а, зима медведей и вкусное вино. Да, возможно, так. Как продвигаете вино в России за пределами региона? В Екатеринбурге в апреле планировался фестиваль российских вин очень большой. Спрос на подобные мероприятия, но их очень мало. Ну, послушайте, мероприятий на самом деле очень много. Вы вот говорите, что их мало, а в Москве просто до этой всей ситуации постоянно мероприятий было столько, что просто люди не просто не ходили. Вот, планировали, но не ходили. Это кто у нас там такой? Это Гоша. Гоша, привет. Гоша, привет, скажи. Скажи привет. И это тоже Гоша. Весело с вами. Так, расскажите насчет туристического направления в Абраузерсо, что нового и перспективного планируете? Слушайте, да, по-моему, что сейчас? Планов было много. Мы пока как этот пересчитываемся и строим план новый. У нас все изменилось и отчасти это нормально, конечно, но в принципе рано еще говорить о том, какие у нас планы в дальнейшем. Паша, здесь предлагает Миша Николаев день рождения у ребенка буквально несколько дней назад и пишет давайте выпьем за наших замечательных детей. Давайте выпьем за наших замечательных детей. Дай иди сюда Иди сюда Монсик. Да, вот в лице вот так вот. Да, давайте в лице до наших Да, да, сейчас я тебе бокал чуть не выдрал у меня до атмосферненько у вас тут да так и есть вы готовите детей к продолжению династии спрашивает наш зритель подписчик зарима саркисян нет значит пытаюсь рассказать все что могу показать и так далее но рано или поздно понимаю что они сами должны захотеть что-то продолжать или не захотеть и другой вариант будет нормально как круто вот так вот провести время много улыбок много новой информации спасибо за позитив елена без проблем с удовольствием класс интересно позитивно познавательно да интересно позитивно познавательно когда есть о чем поговорить у вас часто бывает такое да что есть люди с которыми вы вроде бы общаетесь а с другой стороны вы не можете с ними как-то в расслабленной обстановке разговаривать просто говорить о чем-то приятно о правильном не просто глупостях каких-то так артур георгиевич спасибо за ваше общение доступны для всех желающих надеюсь вы после самоизоляции такой формат будете поддерживать это однозначно да однозначно давай только я эти прошу только давай не больше одного раза в неделю то я больше не выживу встречаемся раз может быть два-три месяца просто посидеть то это принципе нормальная история так написал артур павел три часа с вами работа спасибо за круто информативно весело и здорово всем здоровья спасибо вам чаще быть так ну чаще быть так мы сопьемся тогда вы просто через какой-то давайте не так часто да ну что паш мы наверное будем потихоньку завершать и я хотел узнать все таки кому мы врутим подарок от павла титова павла борисовича титова президента группа брау дюрсо и президента деловой россии ну вот так что кому а вот смотри а вот вопрос у нас с тобой оба подарка уходят одному нет 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 у каждого свое предпочтение я понял тогда ну я думаю что первый самый крутой дал 6 бутылок может 12 не знаю как как когда а вот начинается я понял да значит артур георгиевич я вам могу сказать то что у меня всегда для вас есть для вашей семьи есть лишний ящик венца это смысле отдельно отдельно вообще в целом да поэтому значит я бы и но при этом конечно за риму самый активный у нас сегодня был зрители и задавала очень красивые вопросы и про про мотоцикл я просто проследился два раза вот мне понравилось два тоста предлагаю разделить сейчас я смотрю как раз во первых мне очень понравилось про пить надо в меру это я считаю что первый наш первый наш призер а второй был про тост про судьбу российского виноделия сейчас я секунду я его буду искать так это было в самом начале первых двух часах не нет я здесь его видел только что мы уже с тобой практически два часа двадцать три минуты общая да 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 сейчас сейчас ладно я хорошо я скоро уйду не переживай так и засядем здесь да вот но я обязательно найду тот тост мне очень понравился он пока у нас призер один значит это вот тост пропить надо в меру это ну в смысле комментарии пропить надо в меру мне очень понравился я никогда не проверял что значит мера оказывается это нормальное такое количество вина хорошо и а вот второй тост который мне понравилась этот тост за то что бы хорошее русское вино после эпидемии не как в анекдоте было доступно только сыновьям руководителей колхозов абсолютно всем это очень круто. Поэтому спасибо Артур за этот... Артур Ностро за этот тост. И вот я не помню, по-моему, Наталье звали тост про... Отличный про то, что пить надо в меру, а мера, оказывается, 24 литра. В принципе, все понятно. Вот последний бокал. Паша, я хочу все-таки выпить за твою семью. Спасибо большое. Я хочу пожелать вам здоровья, потому что понятно, что сегодня такая вообще ситуация. Все говорят о здоровье, и это очень важный аспект. Когда его нет, к сожалению, нам приходится... У нас это проблема, и много всего происходит. В нашей жизни многое меняется. Я хочу выпить за твою семью, потому что, что бы ни происходило вокруг, вы делаете очень правильное дело. У вас есть хороший бизнес, у вас есть ваше правильное видение, не только лично, для себя. Я знаю, в какое количество вещей вы делаете вообще для людей, которые вас окружают, для отрасли в определенной семье. Поэтому, в целом, я хочу пожелать вам всем, в первую очередь, здоровья. Пускай вот радости будет, счастья, как можно больше, в вашей семье и в лице вашей семьи, за всех тех, кто были с нами, те, кто поучаствовали в этом эфире. Вот, берегите себя, здоровье, и дай Бог, чтобы вы могли бы всегда позволить себе сделать кому-то приятное. Спасибо. Спасибо. Мы очень стараемся. Спасибо, души. Да, ну и взаимно, Артур, мы друг друга знаем совсем уже друг друга долго, и с тобой всегда приятно общаться, и с твоей семьей тоже всегда приятно общаться. Всегда чувствую себя как дома, когда мы собираемся вместе. И здоровья тебе, берегите себя, берегите семью, ну и за всех наших дорогих коллег, которые были с нами сегодня. Всем большое спасибо. Я подумаю, кому мы отправили, я объявлю об этом в нашем следующем эфире. Вот, поэтому от души всех всем желаю хорошей субботы, хорошего вечера.